В России, в отличие от Европы, Polo-седан самый популярный Volkswagen. Чем же полюбилась соотечественником эта машина? Автомобиль создан на основе европейского хэтчбэка Volkswagen Polo. Но отличие здесь не только в новом кузове, но и в изрядно увеличенных габаритах. Прибавились длина и высота кузова, а также размер колесной базы. Но самое приятное, более солидный дорожный просвет. Дополнительные полтора сантиметра под кузовом будут не лишними для движения по российским направлениям. Основные конкуренты Polo-седана, Chevrolet Aveo, а также выпускаемые в России Kia Rio и Hyundai Solaris. Дизайн салона точно такой же, что и у европейского Polo. Однако по некоторым аспектам он немного проще. Здесь все немного по-спартански. И пластик, и кресло, и мультимедийная система. Все-таки ощущение бюджетности автомобиля не покидает ни на секунду. Эргономика, впрочем, не дурна. Руль, например, регулируется по двум направлениям. Что в этом классе скорее исключение, чем правило. А вот обзорность неважнецкая. Наружные зеркала маловаты. И в салонное тоже немного что увидишь. Уж слишком узкое у Volkswagen заднее стекло. Автомобиль доступен только с одним вариантом мотора, бензиновым. Он развивает 105 лошадиных сил. Не так-то и много, если учесть, что рабочий объем 1,6 литра. Старт с места осложняется тяжелой педалью сцепления. Зато к тяговидости нареканий нет. Машина позволяет трогаться без подгазовки. Поначалу разгон не впечатляет. Однако, раскрутив мотор свыше 3000 оборотов в минуту, автомобиль резво уносится вперед. Радует и расход топлива в 10 литров. Причем, Volkswagen способен переваривать и 92-й бензин. Что тоже можно смело отнести к достоинству. Шасси лучшее, что есть в полоседании. Управляется он понятно и прогнозируемо. Еду и радуюсь. Рулевое управление с электроусилителем можно назвать едва ли не эталонным. Настолько точно оно реагирует на команды водителя. А как легко и азартно автомобиль заныривает в повороты. По ходовому комфорту немногие конкуренты смогут с ним соперничать на равных. За одним исключением. Все-таки Volkswagen шумноват. Уже на 100 км в час приходится повышать голос. Спору нет. Набор потребительских качеств у полоседана неплох. Но все-таки цена в 635 тысяч рублей за машину с механической коробкой, на мой взгляд, немного завышена.